Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет! С вами снова говорящая Чихуахуа Софи И это серия медицинских роликов Я уже высказала свое мнение по поводу родов, витаминов и прививок О них вы можете посмотреть в полезных видео А сегодня мы поговорим немного о болезнях Я уже говорила, что все подобные медицинские вопросы нужно решать с ветеринаром или заводчиком А теперь поехали! Нет пород собак, представителей которых бы не болели Одни больше, другие меньше Но всех собачек отличает одно свойство Они менее чувствительны к боли Их нервная система крепче, чем у человека И потому внешние признаки болезни могут быть сразу незамечены Поэтому нужно быть очень внимательным к своей собачке Болезни очень много разных Это уж слишком сложная медицинская тема и не для разговоров в интернете Все зависит от симптомов и ситуации Какие наиболее распространенные болезни у Чихуахуа? Демодекоз, мочекаменная болезнь, вывих коленной чашечки Дисплазия метрального клапана сердца Стеноз легочного ствола Гидроцефалия, то есть водянка головного мозга Гипоклимия, низкий уровень сахара в крови Эпилепсия, ревматизм костей, проблемы с зубами и деснами Прогрессивная атрофия сетчатки Неопущение яичек, трудности родов И это тоже не все Итак, как же определить, болеет ли собачка? Начало заболевания Чихуахуа можно определить последующим фактором Отсутствие аппетита в течение 1-2 суток Повышение температуры Диарея, потеря или избыток веса Кашель, рвота, чихание, неконтролируемое мочеиспускание Жажда, зуд, наличие паразитов, выделение из носа и глаз и прочее Поведение, которое не соответствует обычному поведению вашей собачки Как не пропустить болезнь? Каждое утро необходимо осматривать питомца Нос, глазки, ушки Внимательно осмотреть, нет ли каких-либо повреждений на теле Не появились ли паразиты И особенно нет ли первичных признаков серьезных заболеваний При этом никогда не стыдитесь внимательно рассматривать Кал, мочу, рвоту, слюноотделение При наличии подобных признаков нездоровья Животное необходимо сразу показать ветеринару Только специалист должен точно поставить диагноз И назначить подходящее лечение Не занимайтесь самолечением Как предупредить болезнь? Помните, здоровый образ жизни это главное Ваша собачка никогда не будет болеть, если соблюсти простые вещи Чистка зубов, проверка ушей, шерсти, лапок Купание, уход за шерстью, прогулки на свежем воздухе Дрессировка, правильное питание, сон Аккуратность в обращении, так как чихуа очень хрупкий А как только вы заметили какие-то странности в поведении Или на физическом уровне Звоните заводчику, или идите срочно к ветеринару А не задавайте вопросы на форумах и в группах Потому что времени может оказаться очень мало Некоторые болезни прогрессируют очень быстро Все это характерно для всех собачек в целом И не всегда полностью совпадает с характеристиками конкретной собаки Помните, главное забота и уход Рассказывать про лекарства и лечение я не стану Потому что это может пагубно повлиять на ситуацию Двуногие могут не отдать себе отчета в том, что они не могут вылечить собачку самостоятельно И будут следовать советам и инструкциям из интернета Но первое, что нужно сделать, это идти к врачу Спасибо за внимание С вами была говорящая Чихуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте Смотрите видео и будет вам счастье Пока-пока А это что за лекарства вообще? Я их не принимала никогда Софи, какая разница? Это для антуража Ну, вообще-то я о болезнях рассказываю Что? Создается впечатление, что я старая и больная Софи Конечно, пусть люди думают, что Софи старая и больная Я старая? Нет Я больная? Нет Я принимаю эту кучу лекарств, как бабушка? Нет Ну ладно, тогда пусть будут для антуража Софи, а что за поза у тебя такая? Ну не снимай лапы мои, я же только с прогулки Я просто хочу позу твою разглядеть Ты что, йогой никогда не занимался, что ли? Блин, эта течка надоела уже А про течку-то снимать будем? Будем, конечно, пусть женщины меня поддержат Софи, а я что пропустил твои съемки? Отстань, Иван, не видишь у меня течка Это значит пропустил? Ой, уйди Субтитры сделал DimaTorzok